Здравствуйте, это программа «Гость в студии» и сегодня у нас в гостях общественный деятель Максим Мазуровский. Решение Верховного Суда, действия сотрудников МВД против Максима Мазуровского обойдутся бюджету в 40 тысяч рублей. При этом на прошлой неделе Елене Шаглиной и Максиму Мазуровскому огласили обвинение в суде. Максим, а эти два судебных процесса, они как-то взаимосвязаны? Да, как вы помните, почти два года назад МВД Карелия возбудила заказное, на мой взгляд, уголовное дело для срыва фестиваля «Воздух». За несколько дней они провели кучу обысков, чем фактически запретили сам фестиваль, а позже чуть не сорвали форум «Гиперборея». В течение года под лупой изучалась вся деятельность Госкомитета по делам молодежи. У моих коллег и партнеров вымогались показания против меня. Но это было дело, связанное с воздухом, а не с вами. Да, но это дело дало МВД возможность проводить обыски, допросы и различные следственные действия. И как вы помните, в ноябре прошлого года министр МВД Карелии Закамалдин на пресс-конференции заявил, что у них якобы все расследовано и не хватает только меня. И они будут меня каким-то образом искать. И на следующее же утро появилось уголовное дело и в отношении меня. Тогда министр Закамалдин, заявив про полтора миллиона якобы похищенных денег, фактически вынудил своих подчиненных эти похищенные деньги как-то искать. Следствие усилило ровение. Сначала они предъявляли эпизоды по воздуху, потом по гипербореи, а потом появились какие-то вообще сторонние факты. Понимая, что дело сыплется, в мае прошлого года сотрудники МВД пошли, на мой взгляд, на откровенные провокации в отношении меня, о которых я снимал видео и выкладывал его даже в интернете. Они за это подали на меня в суд, но мировой суд меня полностью оправдал. Соответственно, я подал иск на компенсацию от действий, незаконных действий сотрудников МВД. И вот совсем недавно, 6 марта, Верховный суд Карелии, признав эти действия сотрудников МВД незаконными в отношении меня, присудил компенсировать мне услуги адвоката, но правда отказав в возмещении морального вреда. А почему? Ну, к сожалению, суд считает, что моральный вред можно возмещать только в том случае, если человека незаконно арестуют. Так как меня не арестовывали, то морального вреда мне якобы никакого не причинили. То есть сотрудники МВД будут компенсировать вам услуги адвоката? Как выяснилось, сотрудники, сами сотрудники, не несут ответственности за свои незаконные действия. И за это расплачивается бюджет Республики Карелия. Это те же самые сотрудники, которые возбуждали и расследовали уголовное дело по воздуху и против вас? Да, это те же самые сотрудники. И суд признал, например, следователя, который расследовал мое уголовное дело, заинтересованной стороной в отношении меня. На прошлой неделе начались слушания по этому делу. Что там происходило? В первый день прокурор слово в слово зачитывал мне обвинение, состоящее из 92 листов. Эта техника чтения длилась несколько часов. А в другой день он все то же самое зачитал и для Елены Шаглиной, которую обвиняют в пособничестве мне. В чем конкретно вас обвиняют? Там у них целых пять преступлений. По версии следствия, в 2008 году в декабре Госкомитет по делам молодежи перечислил в адрес Санкт-Петербургской фирмы 54 тысячи рублей для составления концепции образовательного форума «Молодежь в действии». И как считает следствие, что подрядчик эти услуги выполнил не до конца, но деньги нам не вернул, называя все это хищением. При этом существуют и договоры, и акты, и сама концепция, однако это называется хищением. Кроме того, в декабре 2008 года Госкомитет разместил рекламу этого форума на телевидении и на радио. Следствия считают, что не на всех телеканалах и на всех радиостанциях была оказана эта реклама, и, соответственно, опять это называют хищением. Вот это второй эпизод. А также летом 2009 года Госкомитет и подведомственный центр молодежи заключил более ста контрактов для проведения молодежного образовательного форума «Гиперборея. Битва идей». И силовики предъявляют претензии по пяти из этих контрактов. По их мнению, часть услуг по этим контрактам была оказана, а часть нет. И опять же, они все это называют хищением, и что эти деньги были как-то похищены. Насколько нам известно, ни Минфин, ни Госкомитет по делам молодежи этого ущерба не признал. Так у кого эти деньги были похищены? На этот вопрос прокурор в суде на удивление сказал, что деньги были похищены из бюджета Российской Федерации. Каким образом? Я не знаю, как это может быть, при том, что я был республиканским чиновником на тот момент. Что самое интересное, для того, чтобы натянуть сумму ущерба для особо крупного размера, то есть более миллиона рублей, меня обвиняют не только, а также и в хищении тех средств, которые были вверены не мне и были потрачены не мной, а другими лицами из другого юридического лица. Тогда, может быть, другие лица нарушили закон и забрали деньги? За всех я отвечать не могу, но я убежден и точно знаю, что ни один из сотрудников Государственного комитета по делам молодежи, а также подведомственного центра, Центра Республиканского молодежного, закон не нарушил и все контракты были заключены в соответствии с процедурами, что подтверждают все проведенные проверки контролирующих органов, как то прокуратуры, так то и Министерства финансов. Поэтому вот из этих сотрудников точно никто закон не нарушал. А в чем тогда ваше злоупотребление полномочиями? Вот все перечисленные выше деяния также квалифицируются еще и как злоупотребление полномочиями. В частности, меня обвиняют в том, что я ограничивал конкуренцию при заключении государственных контрактов каким-то образом. А что вы, Максим, думаете об обвинениях в целом и чем это вам грозит? Ну, если все будет доказано, то мне грозит чуть ли не до 10 лет лишения свободы. Как я к этому отношусь? Ну, а как я могу относиться к делу, которое возбуждается после заявления министра на пресс-конференции? Не до, а после. Как я могу относиться к делу, в котором следователь признан заинтересованной стороной в отношении меня? Когда Верховный суд присуждает мне компенсацию на незаконные действия сотрудников МВД? Как можно относиться к делу, которое сопровождается регулярными публикациями, порочащими меня в прессе? На мой взгляд, ответ тут один. Это дело возбуждалось совсем не для того, чтобы как-то следовать букве закона, а для того, чтобы дискредитировать меня и членов моей семьи. Как вообще можно обвинять республиканского чиновника в том, что деньги похищены из бюджета Российской Федерации? Как можно кого-то обвинять в хищении, если до сих пор нет ущерба? Конечно же, я считаю, что все эти обвинения надуманы и необоснованы, и были возбуждены по политическим мотивам. Спасибо, Максим, за подробные ответы, за участие в нашем диалоге. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.